Они выплатят за вас любой кредит. Суммы и долги значения не имеют. Улан-Удэ пестрит объявлениями неких финансовых компаний, готовых протянуть руку помощи. Всем желающим. Я звоню по объявлению по поводу погашения кредитов. Меня зовут Ольга. Наша съемочная группа решила узнать, на какие сказочные предложения покупаются люди. Как выяснилось, у большинства компаний алгоритм простой. Вы отдаёте четверть суммы, которую взяли в кредит. А фирма расплачивается с банком вместо вас. Подвох в том, что денежным взносом в четверть от суммы эти фирмы не ограничиваются. Но при этом вы должны являться нашим пайщиком. Потому что потребительское общество работает именно с пайщиками. Пайщики работают как? Вы стараетесь пайщиком, плачиваете 3,5, это вступительный взнос. Сколько? 3,5. То есть 3,5 получается. Причём такие взносы придётся делать регулярно, если вы уже рискнёте заключить договор с финансовой пирамидой. Именно так подобные организации называют экономические эксперты. Кроме вот такой чистой кредитной пирамиды, существуют ещё другие организации подобные. Может быть, Эскалат, так далее. Те, которые занимаются правовым обеспечением возврата кредита. Да, действительно, они с одной стороны вроде как работают в правовом поле, но при этом, поймите правильно, одну простую вещь. Платить будете всегда за вас, никто ни копейки не заплатит. Потому что деньги, которые вносит пайщик, выплачиваются за кредит клиента лишь первые несколько месяцев. Затем компания просто исчезает, возникая уже в другом офисе и под другим названием. В конце декабря прошлого года в полицию обратились граждане, которые сочли себя пострадавшими от действий компании, предлагавшей решить их проблемы с кредитами. По данному факту проводится проверка, по окончанию которой будет принято правовое решение. Пока деятельность подобных финансовых компаний вполне легальна. Заявлений в правоохранительные органы совсем мало. А согласно российскому законодательству, организация может быть признана финансовой пирамидой только при наличии большого числа пострадавших, например, как это было с МММ. Ольга Вайлошникова, Евгений Павлов. Новости дня.